ПОДПИШИСЬ! 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 История секретной группы и песни закончилась исполнением гимна игроков в World of Warships с мумий троллем. Помимо этого, Илья Логутенко, как мне известно, записал свою озвучку для игры. Как вам такая новость? Что думаете про этот гимн? Любителям статистики рассказали о том, что за полтора года в кораблике сыграло 8 лямов игроков. Благодаря отчету Супердата октября 2016 года получилось почитать некий топ. И вот кораблики вошли в этот топ на 30 место среди ММО по аудитории в мире, а по выручке – аж на 13 место. Уже на этой неделе должны появиться в игре немецкие эсминцы – живучие артиллеристы, о которых я уже делал обзор. Интересные подробности посмотрите видео на моем канале. Советский флот в новом году также будет представлен богаче. Новые эсминцы периода Холодной войны будут также скоро. В этот самый момент лидеры будут в одной ветке, а эсминцы в другой. Как оказалось, тест кланов – это всего лишь начало. В будущем полугодии клановых игроков будут ждать доступ к уникальным игровым сценариям, уникальное игровое имущество и даже соревновательный геймплей для кланов. К слову, прямой интеграции с кланами танков, по словам Валдана не будет, потому если вы планировали перенести тклант, то вам стоит поторопиться. Навыки Кэпа 2.0 тоже будут в будущем году. Умений станет больше, разнообразней, ну, в общем, вы в курсе. Кстати, тот вариант, что уже промелькивал в Палундре – это только рыба данной системе. А финише, кажется, должно быть больше умений. Но главное отличие от нынешних перков станет то, что максимальное количество перков будет достижимым, а не как сейчас миллионная заглушка. После достижения Кэпа будет копиться опыт, который чисто в теории можно будет использовать в других целях. Лично я думаю, что тут был намек на перевод опыт в свободный. И вряд ли это будет бесплатно. Сигл с его уникальными умениями не останется белой вороной в нашей казарме. Новые уникальные Кэпы также будут идти с этой фишкой. А по поводу смены национальной привязки Сигла разработчики уже думают. Год 2017-й станет еще и развитием ПВЕ. Много раз разработчики удивляли нас тем, как много людей играет в этот режим. И вот, в новом году будет разнообразие. В том числе, режим конвоя из Хэллоуинского эксперимента. Сценарные бои также были обещаны. Прем-линкор Алабама, который изначально планировался выдаваться только супертестерам за их нелегкий труд, также появятся в продаже. В этом повинны западные игроки, которых не устроил первоначальный расклад. И там их знатно бомбануло. В итоге Алабамы будет две. Одна с приставкой СТ будет для тестеров. Вторая будет для продажи. Стоит отметить, что по моим данным, раздача корабля на супертесте будет на постоянной основе. При подведении итогов тестов их будет выдавать тем, кто заслужил данный корабль. За год игры на супертесте получить корабль будет очень просто. Ну а прием на супертест открыт. Кстати, если вы ждали новых авианосцев в игре, знайте, что пока не будет решена проблема геймплея, новых авианосцев тоже не будет. Ах да, по фарму авики в глазах разработки находятся в балансе, ибо у них возможность к нанесению урона максимальная, потому фиксов экономики не предвидится. Но вот структура фарма, скорее всего, будет изменена. В этом месяце еще идет сбор статистики, а по итогам возможно изменение доходности разных действий. Также в ближайшем будущем управление авианосцами сильно упростится, так как неудобства управления данного класса в данный момент серьезная проблема. Также проблемой можно считать недостаточный баланс некоторых веток рейсеров и отсутствие хайлевельного геймплея. Оба этих направления в наивысшем приоритете. Турниры в игре планируются, формат на столкновение серверов был интересный, стримы смотрели, вовлеченность зрительская была высокая, разработчикам это нравится. В скором времени будет выложен регламент нового турнира на форум и после оттачивания правил будет проведен турнир, который закончится еще одним шоу матчем, а ориентировочно его стоит ждать в феврале-марте. Попутно на фесте узнал о том, что невольно продезинформировал вас насчет контейнеров. Их содержимое определяется в момент открытия, потому извиняйте, был сам дезинформирован. Также вам наверняка будет интересно узнать о том, что часть премиумных кораблей в силу разных причин не получается оснастить вкусной фишкой, потому их дополняют экономическими бонусами. Таким стал Ойген и он будет не единственным прем-кораблем, который будет больно похож на бесплатный в игре сисершип. Если вы замечали, в момент сброса боеприпасов на авианосце иногда, несмотря на то, что группа атакуется истребителями, боезапас скидывается по нормальному, а не увеличенному разбросу. Знаете, это странное поведение объясняется разностью скоростей в атаке. Потому и если у ударника эта скорость выше, а у ястреба ниже, то в какой-то момент происходит прерывание атаки, и если в это мгновение будет сброс боеприпаса, то на него не будет действовать дебаф от атаки. Командные бои первого запуска не устроили разработчиков. Исключив ошибки и доработав режим, их запустят как часть клановых боев, но для бесклановых игроков режим также будет доступен. Как мы и говорили, ранговые бои в прошлом сезоне понравились разработчиками, но это не значит, что в следующий сезон обязательно будет таким же. Возможно, что будет короткий экспериментальный сезон со смелыми изменениями. Будет он запущен где-то в январе-феврале, так как в новый год будет и без того много интересных активностей. Если вам было интересно, что интересует игроков на других серверах и на что они жалуются чаще всего, то знайте, что все сервера считают, что их регион обделили плюшками, также за бугром волнуются о пониженной комфортности игры на крейсерах. Быстрые команды и системы карт будут доработаны и улучшены в 2017 году. Объединение дублонов и голды в данный момент проблема, которая решается созданием отдельного сервиса для перевода, проекта, который облегчит подключение к этой системе следующих игр. Но если у вас сейчас более 5000 купленной голды в других проектах, вам смогут помочь их перенести вручную, нужно обратиться в ЦПП. Кстати, планка в 5000 возможно снизится, когда запросов станет меньше. Движок игры прорабатывается и в будущем появится возможность создать клиент для системы Linux, однако когда точно это случится говорить пока рано. Один из важных фиксов компании состоит в том, чтобы исключить вредоносное поведение, включая выполнение. Если любая из задач признается спорной, то к ней припишут еще один пункт – выиграть бой, ну или просто выпилят из игры. Баланс плюс-минус один уровень не нужен в тихущих реалиях игры. В будущем возможно изменение порта не только на визуальном уровне, то есть изменение не только внешнего вида, с намеком на геймплейные последствия. Но о конкретных изменениях сказано ничего не было. Если убирание стрельбы из инвиза сильно выбьет из баланса какой-то из кораблей, его обязательно вернут в баланс апом характеристик. Именно знаков классности типа мастер не планируется, но похоже функционал по задачам будет в 2017 году. Галочка прокачки КЭПа не будет на элитном корабле, так как у нас КЭПы и так да получают опыта в полной мере. Опыт за флаги и прочее, что дается кораблю, переходит в стопроцентном объеме и КЭПу, и этого достаточно. Ну а больше можно будет узнать в январе, когда разработчики выпустят видео с планами на год. Как минимум в нем нам покажут что-то про улучшение визуала игры. А еще на VG-фесте был сделан дополнительный слив про приз новогодней кампании. Внимание на экран! Будет движуха, будет кампания, кампания будет за очень долгожданный корабль, его можно будет получить бесплатно по итогам. Очень странного класса корабль, непонятного. Ну и на этой ноте мы и закончим. Удачного рабочего дня! До связи! Продолжение следует...